Народ пошел за президентом. Байден! 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 Они идут лесом. Это юридические нормы. Они вообще просто рядом прилетали. Как и самолет. Они не несли никакой угрозы. Конец тебе, Байден. Вот на этом саммите предполагается один из ключевых вопросов рассматривать вопрос мятежа Багнера. Поэтому попытки второго мятежа, возможно, будут рассмотрены. Привет, друзья, я Григорий Герман. Эх, разудись плечо, разойдись, народ. Сейчас тут будет летать туда-назад скальпель в прекрасной симфонии вскрытия нарыва, имя которому российская пропаганда. Вообще российское государство настолько ослабело, что малейшая царапинка моментально превращается в гнойный абсцесс с повышением температуры, которой стыдливая российская власть с помощью российской пропаганды пытается стыдливо прикрыть какой-то тряпицей и убедить всех, что ничего такого нет, ничего страшного, вообще это не гнойная вонь, а новый вид костромского сыра а-ля вьёбулон. Самый вонючий французский сыр называется вьёбулонь. Первым шибанул, конечно, нож в псину от Пригожина. С него начался этот переполох. Да и как же ему не начаться, когда снова вылезла из массовых захоронений более чем столетней давности бактерия гражданской смуты. Смертельная бактерия, хуже сибирской язвы и бубонной чумы. А кто же ее выкопала? Те, о ком я предупреждал. Те, кто в нормальном государстве, никогда бы и не возник, потому что в нормальном государстве не может быть параллельных армий. Всегда был, остаюсь и буду противником создания разного рода параллельных армий. Такого в стране быть не должно. Вот молодец Ходоренок, конечно, тоже враг, но хотя бы враг адекватный. Такая организация, если, конечно, ее можно называть после всего случившейся организации, должна быть немедленно расформирована, ликвидирована как таковая, а ее бойцам и младшим командирам должна быть предоставлена возможность искупить вину перед Родиной. Хотя большинство из них после ралли «Вагнер-Ростов-Москва» стали такие продвинутые, вот все такие просветленные, такие предусмотрительные, такие скептические, особенно те, кто музыкантов до этого облизывал со всех сторон. Я, вы знаете, всегда скептически относился к наличию частных военных компаний. Верю, вот верю, всем верю, и Корнилову тоже верю. Так и помню, как он на каждом эфире говорил, «Ребят, не доверяйте Пригожину, не надо так уж романтизировать Вагнера, не к добру это». На наемников нельзя полагаться, наемники тебе потом обойдутся дороже, чем содержание армии. А как Скобеева всех предупреждала, помните, да, вот все это время, пока в других шоу была вакханалия прославления Вагнера, как Скобеева взывала с экрана к зрителям и коллегам. Даже дороже, чем борьба с противником. Мирное время ограбят, в военное время обязательно придадут. То есть это классичное. Во-во-во, да-да-да, вот это вот. Или она тоже начала после мятежа такое в эфире говорить, да? Все знали, все все давно говорили, а как же, но все равно не были готовы. И вот этот вот позор армянского народа, вот эта гроза мохнатых земноводных, тоже, наверное, все знала и всегда, и у всех спрашивала, кто такой Пригожин. Сейчас никто не понимает, кто такой Пригожин. О, точно, я знаю, сейчас будет шах и мат всем неверующим, что Симоньян всегда была против Пригожина и даже не знала, кто он такой. Вот помните, кремлевский куколт, бывший кремлевский всесильный мачо, ей побрякушку какую-то вручал. Так вот, я уверен, что она у него тоже спросила во время вручения. Вот так и сказала, Владимир Владимирович, спасибо, конечно, за орден, но кто такой Пригожин? А Путин по привычке, помните, как в сказке? Не ответила золотая рыбка, хвостиком вильнула. Че-че, а вилять всеми частями тела пухлер умеет. Глянул Рите в кариочи и молвил. Я уже сказал по поводу Владимира. Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственно, без всяких задних мыслей. И такое вот искреннее удивление у него в этот момент, в перемешку с легким раздражением, мол, ну тупые. Как у Задорного, да, помните? Ну тупые. Вам же сказали, никакого отношения. Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. И все такие тогда, господи, да что же это с нами, реально? Как же мы могли подумать, что Путин и российское государство, ну Путин это же государство, а государство это Путин, вы же не забыли дети, да? Разрешил уголовнику организовывать незаконную частную армию. Снабдил эту банду оружием. Позволил набирать в эту армию наркоманов, убийц и педофилов. Кинул денег пропагандонам, чтобы они шумную толпою из студии в студию качуя восхваляли эту банду по ТВ, закрывая глаза на публичные казни. И что Путин еще и закачал в эту банду десятки миллиардов из госбюджета. Он же сам сказал, не могло такого быть. Никакого отношения. Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Говорит совершенно ответственным. Государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Без всяких задних мыслей. При всем том, что само содержание Вагнера было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через «Вайнторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей. Так а вот там вот, а то что, а как же? Наверняка произошла страшная ошибка. Путина обманули, царя обманули, нерадивая бояре. И вообще, пора спросить себя и общество, а что значит вообще частная военная компания? В выступлении президента поставил вопрос, а что такое частная военная компания? Вот частная в чем? Если выясняется, что все за счет государства, оружие за счет государства, привлечение заключенных невозможно без государства, то в чем частность? Ну, по цифрам все сходится и по философским вопросам тоже. Ведь основа любого государства, особенно диктатуры, это... Отсутствие монополии на насилие. Это главное. Вот в России власть может быть любой, кроме слабой, и, конечно, монополии на насилие. И безвольно. Как и единоначальник. Какие внесудебные казни на фронте? Обнуление и похищение солдат армии РФ? Вообще получается, что наемники Путина пошли свергать Путина? Ну или свергать его закадычного друга несут. То есть, Путина обманули? Я вот, честно говоря, даже не знаю, что для Путина хуже в России, быть лохом или быть воровым. Попытались вернуть монополию на насилие, которое поделились с Вагнером. И, здравствуйте, озверевшая от крови и безнаказанности банда, почувствовав, что ее будут мочить, во главе с Пригожиным, двинула на разборки в Москву. Но не дошли. Устали. Что позволило Путлеру очухаться немножко и начать снова врать, напяливая на себя плащ супермена-спасителя России. Ну, безусловно, мы будем, конечно, с этим совсем разбираться. Вот. Вот только после всего, что было выше, после всех этих кульбитов, плащ спасителя на плечах Путина держаться как-то. Совсем не хочет. И прямо как в фильме про доктора Стрэнджа, помните, там был такой хитрый плащ, который летал, этот выбрал себе иного героя, которым стал скромный труженик на ныре президентства, тихий любитель Варенья и по совместительству абсолютный лидер в самовосхвалении. И понял, что ситуация сложная. Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Ух, прям покати горошек, аль белорусский народный герой, а не усатый таракан. Отстоял, взял удар на себя. В общем, абсолютный бульбамен, страж вселенной. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. То есть, по словам Леоксандра Великого, Путин звонил Пригожину, а тот его игнорил? Я спрашивал, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо, худой мир лучше любой войны, не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной разом сказал, что это бесполезно. Я говорю, хорошо, подожди. Понимаете, да. Так как образ кремлевского мачо был, мягко говоря, подмочен, пришлось его спасать. Вышел, ну... В стране есть такой лидер, и есть такое отношение к нему людей, что удалось пройти этот вот, в общем, драматический вызов, который встал перед страной, пройти, ну, может быть, с минимальными, скажем так, аккуратно потерями, которые могли быть совершенно на практике иными. Немножко обмоченный, но вроде бы тот же мачо Путин. Здесь сработал авторитет лидера, о чем вы сказали. И, конечно, сработало то, что армия, силовые структуры, они не дрогнули и сохранили полную верность присяге. Ребята, стоп! Стоп! Так мы путинские штаны не высушим. Слов про лидера мало. Нужны ветры от визгов о безграничной любви. Президент России сейчас направляется к жителям Дербенкова, можно сделать слышать, как его не встречают. Поэтому в общежитии двойников имени Путина был созван общий экстренный сбор и проведен приблизительно такой вот диалог. Так, ребята, это не учение, ситуация критическая. Берем океан беснующихся от любви россиян и бросаем туда двойника номер... Номер 4. Так он же недоделанный, он только улыбаться и рожицы рисовать может. Ничего, оригинал тоже доделанным назвать сложно, тем более сейчас его из бункера не вытащишь. Раньше большим трудолюбием не отличался, а сейчас вообще ему пригожин в толпе мерещится. Может образ матча еще больше подмочить. И это не гипербола. Ну а для того, чтобы настоящий бункерный все-таки на свет хоть иногда вылазил из уютного бункерка, параллельно запустили операцию «Зеркальце». Помните, как в сказке «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Вот белее, белее стоп, белее не надо. Оно и так после пригожинского броска белее мело было. А вот румянец – это легко. В том числе для этого были созданы телевизионные зеркала Света Чаевовкиных. И понеслось все как обычно. Конечно, только правду и молвили. Мятеж поддержали только враги. А вот народ не поддержал. Народ пошел за президентом. Войны! 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 Полезна с ботоксной морды не ушла. Румянец не пришел. Зеркальце явно дало сбой. А, результат? Замыли! Удачи! 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 Всех бодрил! Удачи! Слева! Счастливо! Владычец опять свалил в бункер. И остались пропагандоны у разбитого корыта. Методички не прописаны. Бя-да! Ведь говорить нужно, а что говорить непонятно, и пошла отсебятина. Из кремлевских выселители депеша одна мудрение другой. На Пригожина завели уголовное дело. Только вот отпустили. А-а-а, вот и объясняй это теперь. Но настоящего профи Бобров не испортишь. Есть задача, надо решать. Сейчас много обсуждают, но как же так? Завели уголовное дело, а потом отпустили. Села Маргарита дома и давай, глядя в потолок, тезис рожать. Закон, что дышло, куда повернешь, что дай вышло. Нет, не так. Закон не заповеди Христов. Да нет, что ж такое? Иль Моисеев, боже, как сложно без методичек. Но потом посмотрела в окно и увидела, как Тигран в лес уходит. Ну там за грибами или за бобрами, кто его знает. И как молния, гениальная идея. То они идут лесом, эти юридические нормы. Юридические нормы – это не заповеди Христовы. И они скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы. Некоторые спрашивают тут, мол, а как же 15 погибших? 15 наших героев погибли, выполняя приказ от рук мятишников. И об этих ребятах нельзя забывать. То они идут лесом. С погибшими летчиками и солдатами вообще, конечно, та еще задачка вышла. В жестких условиях отсутствия методичек все изгалялись кто во что гораст в рамках отработанного амплуа. Соловьев привычно нес отсебятину. Летчики-то просто рядом пролетали. Они вообще просто рядом пролетали. Как и самолет, они не несли никакой угрозы. Вот просто так. А коварные пригожинцы долго за ними еще бегали и догнали, в конце концов, некоторых. Уже на страхе начинают их отрабатывать. Случайно пролетали. Случайно ракеты пролетели. Да, вообще все случайно в России происходит. Нет, не страна, а какой-то генератор случайных чисел и событий. Случайно ЧВК создали. Случайно миллиарды долларов на него потратили. А те случайно переворот устроили. Хотя, может, это вообще не переворот был, а? Так, передряга. А это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходило более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался. Хотя, с другой стороны, это получается, что главный мачо всея России обделался от передряги? Как-то не очень версия. Я же говорил, методички сбились. И каждый стал нести свое сокровенное. Соловей стал прощупывать. Не поставит ли новый синяк, если я скажу, что 200 дней Бахмут не могли взять. Куда там Киев за три дня? Я бы взял Украину за день. Ну, да, наверное, взял бы Украину за день. Правда, Бахмут брал 200 с лишним дней. А всю Украину взял бы за день. Вроде пронесло в этот раз. А бабуленцы и путинские гнали по проторенной. Конец тебе, Байден. Конец тебе, доллар. Конец тебе всем. Конец тебе, Байден. Это конец монополии доллара. Мы предлагаем провести этот исторический саммит в Краснодаре. Короче, все по накатанной гнали. Вы поняли, да? Подоставали из сундуков. Даже нафталин не стряхнули. Все дырявое, протухшее. Да, тащи. Пускай в работу. Про насекомых, заражающих исключительно людей с русским паспортом. Берем? Да, давай. Назову только один красноречивый проект Пентагона. Насекомые союзники называется. Который направлен на то, чтобы решить задачу переноса такими насекомыми геномодифицированных вирусов и патогенов. Как вы оцениваете эти риски и угрозы? Потому что их легко замаскировать под естественные очаги возникновения проблем. Как мы к этому готовы? Парламентом создана комиссия по биологическим угрозам. Но шок всероссийский от забега Вагнера был таков, что привычные и проверенные средства не помогали. И тогда из сейфа с надписью «Вскрывать только если народ начнет смеяться над Путиным» достали супераргумент. Чтобы народ вообще забыл о маршах и о справедливости, нате вам налог на войну. Ммм, отвлеклись? Бюджетных, как мы видим, не хватает. Ввести военный налог несколько процентов, 2-3 процента к налогу на доходы физических лиц. Не, было поздно. Народ уже на последней нервной стадии был. Ты кого офицера нахуй послал? И не волнуйтесь. Я знаю, вы немножко волнуетесь, переживаете. Все будет нормально. Рыгорович, так как же ж народу не волноваться? Ведь неожиданно, без предупреждения, случилась самая страшная – катастрофа. Начался сбой пропагандонской системы. Раньше работали по одному тексту, по одной методичке, а сейчас кто во что гораст. А ведь вся же сила этой системы пропагандонской на самом деле в одном. Когда из всех утюгов тебе в голову вдалбливают одно и то же. Вот где был Канашенков? Почему он не комментировал четко, как умеет? Вон, Игорь Канашенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз. Заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. А представляете, что это такое? За сутки на данном направлении уничтожено две боевые бронированные машины, две гаубинцы М-100Б и Д-30. Кортка замшевая. Три. Нельзя так с пропагандонами. Гринписа на вас нет. Они же теряют ритм, начинают тянуть нарты в разные стороны, грызться между собой. Даже прожженный военкор Подоляка, который всегда был очень лоялен к российской власти, не допускал никакой критики Министерства обороны. И тот не выдержал драйва. Не все так, говорит, успешно на фронте, как говорит Канашенков. Сколько бы Министерство обороны в лице Канашенкова не рассказывало нам о том, что там все хорошо. Там все очень нехорошо. Я очень надеюсь, что это мое обращение все-таки наконец-то возымеет какое-то действие. Ага, возымело действие. Но есть нюансы. И не волнуйся. Ну как же ж не волноваться? Ну даже муж той же самой вот награжденной, которая самому может на ухо шептать, вот этот Витязь в бобровой шкуре, Тигранчик-юморист, и тот вдруг, понимаешь ли, ответов возжелал. А скажите, пожалуйста, а с какого перепуга чувака Вагнера оказалась на Донбассе? А почему у нас было недостаточно частей, вероятно, подготовленных? Харьковская перегруппировка. Нет ответов. Крейсер Москва. Нет ответов. Наверное, есть ответ, но кто-то знает. Мы не знаем. Ты кто такой, репа курчавая твоя? Че ты смуту, слово запрещенное в РФ, разводишь, а? Есть же ответы. Патрионик потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 109. А под Киевом уничтожили 5 комплексов Патриот. То, что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Вот, ребята, четкое подтверждение того, что Путин врет и Путину врут. Какое-то зеркальце безымянное из администрации президента. Ты на свете всех милее, а армейцы всех сильнее. А Путин хоть и большой же уже, он же в сказки верит. Да и как же ж не верить, когда среди этих сказочников есть потомственное. Толстой, например. Он у него в дальних родственниках, даже Алексей Николаевич Толстой был, автор Золотого ключика, ну вот про Буратину. А Петр сочинил сказку про русских витязей и палку-махалку. Как говорят непосредственно военнослужащие, которые там находятся, они говорят, вот если боевой дух есть, то даже палками можно отмахаться. Спи спокойно, Вовочка, спи, дорогой, спи, наш путеныш, пусть тебе приснится Киев и Одесса. Дело в том, что у нас почему-то большинство в нашем общественном мнении стыдливо умалчивает о том, что нам нужно брать Харьков, нужно брать Днепр, нужно брать Одессу и нужно брать Киев. И не волнуйся, все будет нормально. Иногда даже хорошо. Ой, матерь Божья, да какое там хорошо, уймись уже, чипс. Вон, знающие люди говорят, на саммите НАТО главный вопрос подготовить и осуществить поход справедливости 2, ну, марш справедливости, и натренировать, науськать, наути Путина, нашего еще какого-то хулигана дворового, типа Пригожина 2. Вот на этом саммите предполагается ключевой, один из ключевых вопросов рассматривать вопрос мятежа Багнера. Поэтому попытки второго мятежа возможно будут рассмотрены. С чего вы это взяли, что они будут рассматривать? Вот реально верю, верю, представляем себе, да, саммит НАТО, повестка поставки вооружения, и тут вдруг все, стоп, ребята, есть идея получше, давайте найдем нового Пригожина. Еще сделаем так, чтобы Путин еще одну армию наемников вскормил, выпистывал, а потом ее отправим снова на Москву. План броня. И все такие вокруг, включая Украину, да, гениально, работаем. Народ пошел за президентом. Да, конечно. А с Вагнерами фоткались и кушать им носили, потому что те красивые, Вагнера. А, кстати, знаете, почему народ за Путина горой? Сейчас приготовьтесь, и как говорила моя тетя из Адессы, ляжьте. Впервые на экранах разваливающейся страны танец Соловьева с избирательными бюллетенями. На Западе президента не выбирают, а в России всегда выбирали, выбирают и любят. А условия нашего президента значимы и для армии, и для людей. Потому что нашего президента наш народ избирал. И нашего президента наш народ уважает и любит. А ты кто? И вы все европейские политики, вы кто? Кто избирал Шольца? Народ? Нет. Система Германии такова, что народ это все не избирал. Да, реально какой-то бред. Полновесный, плотный, горячечный бред. Вот только все, о чем я сегодня рассказывал Несон, это реально происходит в России. Насекомые убийцы, рисующие рожицы президент, походы справедливости с кувалдой, спичи про законы, которые идут лесом, это все реальность. Горячечная реальность страны, которая настолько больна, что не отличает явь от реальности. Это наркоманский какой-то трип со страшным концом, в котором живет 140, хотя уже меньше, россиян. 140 миллионов, конечно же. И в этой горячке россияне и бьют морду друг другу в автобусах. Военные лгут наверх, а им лгут сверху. Президент чешет по ушам народу, а народ чешет по пузику президента, признаваясь в горячечной якобы любви. И все ждут на самом деле. А вдруг горячка пройдет, и можно будет пойти домой. Вот так вот заснуть, проснуться, и ничего и не было. И не волнуйся, все будет нормально. Иногда даже хорошо. Только вот здесь плохая новость, ребят. Хорошо у вас не будет. Уже не будет никогда. Я должен сказать одну простую вещь. Пути назад нету. Все. Не будет пути назад. Не будет. Если не будет, как говорится, победы, то то, что было во времена вот этого мятежа Вагнера, это будут не Вагнеров. Таких отрядов будет десятки. По всей стране. Вот что значит поражение России. По всей стране. Ну, у Каранчика, никто тебе за язык не тянул. Война-то, по сути, уже проиграна. А будет не только по сути, но и в деталях проиграна. Дело в том, что каждый день несколько десятков миллионов людей, украинцев, просыпается и засыпает с одной мыслью. Что я сегодня сделал для победы Украины в этой войне? И всюду там, на вокзалах, в музеях, на улицах, в соцсетях фотографии тех, кого уже нет. Кто уже не проснется. И все эти фотографии спрашивают нас, а что ты сделал для победы, для того, чтобы моя смерть не была напрасной? Понимаешь, к чему я веду, Каранчик? Пока вы живете в бреду, мы работаем на победу. На нашу победу. А вы, когда откроете глаза, очнувшись от бреда, обнаружите сотни отрядов Вагнера, которые будут рвать вас на клочья. Так будет. Вы это знаете. Потому так и испугались все от Кремля до самых до окраин. А пикантность ситуации в том, что многие, очень многие, Каранчик, в этом страхе увидели не трагедию, а шанс. И когда снова бахнет, а бахнет, ты это знаешь, они этим шансом воспользуются. А мы, а мы поможем. Как ты там говорил, поражение в войне? Окей. Вонь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok